Да, так вот, не как я 1 мая 2020 год, не как я третий раз, уже третья попытка договорить про санкции, про удушающий прием и болевой прием, да, аналогия. То есть санкции там какие-то вводятся, какие-то части каких-то снимаются, да, вот, допустим, это же не только российские банки сняли, там, против российских банков сняли до ноября месяца за энергетику платежки. Да, ну, наверное, потому что Байден хочет себе, там, он в зеленую энергетику это все переводит в страну, ему надо, чтобы цены на нефть держались на каком-то довольно высоком уровне, определенном, но не сильно высоком, да, чтобы это... Кроме того, что там, допустим, канадцы вводят разрешение на торговлю, там, каким-то никелем, что-то такое, какими-то авиационными какими-то сплавами, то есть это нормально, ничего тут страшного нет. То есть абсолютное большинство объемов этих санкций, они работают в пользу Украины, в пользу украинских вооруженных сил и душат Российскую Федерацию. Это удушающее, я же говорю, в виду есть. Болевой есть удушающее. Болевой, вот это когда нас сейчас там, россияне убивают тысячами, десятками тысяч, разрушают города. Запад, Украина, как представитель этого Запада, в частном случае, то есть мы используем больше удушающее. То есть удушающий прием, это постепенно, постепенно у тебя меньше, меньше, меньше кислорода. Он чем хорош, тем, что в какой-то момент, то есть когда тебя проводят болевой, вот как нам сейчас в Украине, от тебя хотят, чтобы ты сдался, чтобы ты эту боль уже перестанешь, чтобы ты не мог ее боли эту терпеть и начинал там уже хлопать по татаме, там, что все, я сдаюсь, да, этой болевой. А удушающее, это ты вроде еще борешься, борешься, а у тебя кислорода меньше, меньше, потом хлоп, у тебя сознание вырубилось. Вот это, скорее всего, будет то, что будет так, как это было с Российской империей, так, как это было с Советским Союзом. То есть вроде ничего не предвещало, там, хлоп и все, и вау, тебе просто выключили свет и до свидания. Вот эти санкции, которые вводятся против китайских банков за то, что они с Россией торгуют, вот эти санкции на нефть, там еще на что-то, это все выкачивание воздуха, это все, как бы, ну, организм обессиливает российский. Вот эти вот, то, что мы на нефтеперерабатывающие заводы бомбим, да, вот сегодня, там, вчера, когда разбомбили, опять же, очередной, там же 15-20% этих заводов выведены из строя, это как будто тысячи мелких порезов, которые кров войны, кров войны, что такое, топливо, это кров войны, да, оно постепенно, 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 это все, блин, выкачивается из этого. Это все может произойти, помните, Пригожина, уже, может, кто-то и не помнит, как Пригожин, просто развернулись, пошли, ребята, на Москву. Ну, что думаете, если бы он заднюю не включил, блин, он что, до Москвы бы не дошел? Дошел бы 100%, просто я уже не знаю, что, мозгов не хватило, наверное, ну, не странно, в принципе. Я еще раз говорю, смотрите, ребята, на то, что у нас в Украине улучшается, да, мы, нам дают новое оружие, нам дают больше оружия, нам дают финансовую помощь, нам помогают новые страны, которые раньше не помогали, там, смотрите, там, помощь со всего мира идет, и она постепенно, это кумулятивный эффект, аккумулирующий, наверное, да, не кумулятивный, а может и кумулятивный будет, то есть постепенно это все аккумулируется, потом это все даст свои плоды, я думаю, что даже если не будет никакого черного лебедя там, который, не знаю, орел, черепаху на голову этому пляшевому гному не сбросит, то есть если не будет никаких таких черных лебедей, то уже к концу этого 24-го года преимущество Украины в ресурсах финансовых, в ресурсах вооружений, в ресурсах, там, личного состава, квалификации, да, я имею в виду. Видели этот, медиазона вместе с BBC, поименно записывают, кто там по некрологам, по могилам, кто из россиян погибших, там из 51 тысячи, пятая часть, по-моему, каждый пятый это зэк, ну, это требуха такая против нас здесь воюет, так что, ребят, все нормально будет, да, то есть смотрите, даже если никакого черного лебедя не будет, то к концу 24-го года просто уже разительное будет преимущество, очевидное украинских вооруженностей совместно с Западом, да, поотносительно Российской Федерации. Так что ждем до конца этого года, я думаю, явные перемены начнутся уже с июня, а вот тут еще, может, и в мае какие-то подарочки к инаугурации этого пляшевого гнова, этого вялого гнома придут, там, к 9 мая, там, и так далее, да, ждем, все будут Украина. Продолжение следует...